Всем большой привет! Сегодня, как я и обещал, распакую вторую посылку с мини-арбалетом. Напоминаю, что я заказал на сайте Алиэкспресс три мини-арбалета, которые реально стреляют. Представляете, малюсенькие такие арбалетики, которые умещаются на ладони, и они реально стреляют. Один из них я уже распаковал и протестировал. И, кстати, то видео набрало целый миллион просмотров, а значит, вам эта тема понравилась. Поэтому сегодня распакуем и протестируем еще один арбалет. Вот эти две посылки. И какую же из них выбрать? Ну, давайте вот эту, она такая тяжеленькая. Распакуем сегодня ее. Итак, наш ножик-птичка до сих пор острый. Супер! А нет, уже не такой острый. Нужно, кстати, заказать новый ножик-птичка керамический. Такс. И что нам тут положил продавец? О, коробочка-пупырочка. Это очень хорошо. Икс. Опля! Вот такая вот коробочка. Открываем. И здесь у нас, как и в прошлый раз, куча запчастей. Эти арбалеты присылаются вот так вот в разобранном виде. Отдельно запчасти. Смотрите, здесь какие-то ключики. Вот здесь вот тетива. Вот какая-то ручка. О, ого, какая пластинища. Так. И здесь у нас, о, в этот раз, смотрите, арбалет будет стрелять вот такими вот маленькими пластиковыми стрелочками. Смотрите, какая их куча здесь. Стреляешь, не настреляешься. Давайте посмотрим поближе на эти стрелы. Вот они. В прошлой модели арбалета, если помните, были такие металлические, серьезные стрелы. Я бы даже сказал опасные. А это уже не такая опасная штука. Хотя все равно, ребята, если будете заказывать такие вещи, то будьте очень осторожны. Не стреляйте в сторону людей или животных, потому что можно попасть куда-нибудь там в глаз или еще куда-нибудь. То есть нужно быть предельно осторожными. А, кстати, вот еще на дне коробочки какая-то бумажка. Это, наверное, инструкция по сборке. Да. О, такая детальная инструкция. Смотрите, все пронумеровано. 1, 2, 3, 4, 5 и до 12. Так, ну, я думаю, я разберусь сейчас с этим всем. Итак, давайте распакуем все эти пакетики и посмотрим, что тут нам прислал продавец. Итак, ребята, вот все детали, которые прислал мне продавец. Здесь, смотрите, всякие винтики, болтики. Вот целые три тетивы такие в виде тросиков в комплекте. Они очень прочные. Смотрите, так классно сделаны. Но если вдруг она порвется, то есть еще две штуки. В принципе, все понятно и все ясно. Легко собрать. Единственное, что я не понял, зачем вот эти вот пластины. Их совершенно нет в инструкции и между ними были зажаты вот так вот все детали. Ну, может быть, это было положено для того, чтобы все доехало в целости и сохранности. Не знаю, если это так, то это вообще очень круто. Само основание арбалета тоже очень так добротно и надежно сделано. Смотрите, какой толстый металл. Такие пластины. Очень классно. И так прям тяжеленький такой. Смотрите, какой спусковой крючок. Прям такой мини-пистолетик, да? Вот эти золотистые накладки, кстати, можно заменить на черные. Может, кому-нибудь больше нравятся черные. Ну, в принципе, и золотистые тоже прикольные. Итак, давайте попробуем по инструкции все собрать. Так, для начала берем вот эту штучку и откручиваем вот этот вот болтик. Смотрите, специально такой квадратный, да, для того, чтобы он не проворачивался. Вставляем этот болтик в это отверстие и закручиваем. И прижимается специальным ключиком, который тоже идет в комплекте. Есть. Классная вот эта штучка в виде такого орла. Это как бы прицел, я так понимаю. Так, а что вот это за штучка? А, это, наверное, для тех, кто не хочет такого орла себе, да, то можно просто установить вот такую вот штучку с маленьким таким прицельчиком, видите? Осталось натянуть тетиву. Ну, давайте. Туго загибается. Я даже не знаю, как ее согну. О, хух, ребята, еле одел эту тетиву. И вот готовый арбалетик. Действительно, все очень и очень просто. Да, с виду, конечно, арбалет сделан очень классно и качественно. Вы только посмотрите. Класс, да? Посмотрите, как он четко лежит в руке, как в литой. О, мини-пистолетик просто. Но нам, конечно, очень важно проверить, как он стреляет. Давайте попробуем это сделать. Так, натягиваем тетиву. И берем стрелку. Вот такие вот стрелы или болты у нас идут в комплекте. Единственное, что почему-то эта прижимная пластина, как бы она классная и добротная, но она не достает до стрелы. Она не прижимает ее. Она свободно здесь вот так вот ездит. Попробуем вот так вот положить ее сюда и выстрелить куда-нибудь. Ну, давайте выстрелим в нашу мишень, в ту, которую мы стреляли в прошлый раз. Это у нас была вот такая вот коробочка. Попробуем выстрелить с расстояния полметра для начала. Одеваю защитные очки на всякий случай. Итак, прицеливаемся. И пли. О, ничего себе! Смотрите, она застряла. Застряла. Пластиковая легенькая стрелка застряла наполовину. Да, конечно, с такой мощной тетивой это неудивительно. Давайте попробуем выстрелить с более дальнего расстояния, например, с полтора метра. Итак, Цельсия. Пли. О, тоже застряла. Слушайте, а давайте постреляем по шарикам. Я надул три шарика и начал их расстреливать с мини-арбалета. Да, ребята, это было весело. Потом я попробовал стрелять по шарикам с расстояния двух метров и снова запросто уничтожил оба шара. А потом я решил попробовать зарядить в этот арбалет стрелу, или точнее болт от прошлой модели. Это уже очень серьезная штука. И мне было интересно, на что она способна. Этот болт подошел сюда как родной. Смотрите, точно под прижимную пластину. Держится и не выпадает. Класс, это очень удобно. С такой мощной тетевой этот болт должен лететь очень далеко. В качестве мишени я взял картонную коробку. Огонь! Блин, чувствуется, что скорость была очень высокая. И я даже сразу подумал, что болт пробил коробку насквозь. Но нет, он просто застрял наполовину. Правда, удар был такой силы, что посмотрите, кроме отверстия в коробке появилась даже трещина. В общем, этот арбалетик мне очень понравился. Он реально прикольный. Красиво и качественно сделан. Есть запасные запчасти в комплекте. И целая куча запасных пулек. На Алиэкспрессе я нашел только одного продавца, который продает такие вещи. И ссылку я оставлю в описании. А, и напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть третью модель мини-арбалета, которая у меня еще осталась. Также можете посмотреть прошлое видео про мини-арбалетик. Он очень прикольный. Ссылка у вас на экране. Ну а на сегодня все, ребята. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok